Привет всем пчеловодам и любителям со стажем! Сегодня наша речь пойдет о ловушках на пчел и о небольших изменениях, которые я в них внес в свои ловушки. Сейчас я просто с вами этим поделюсь. Потому как раньше я делал это, видимо, из-за того, что материала было у меня мало, и делал из-за того, что было. Сейчас немножко оброс материалом, и могу использовать более лучший материал и более лучшие себе делать ловушки. Сейчас я покажу старую ловушку и новую, которую я сделаю сейчас с вами. Вот две ловушки. Одна старого образца и вот одна нового образца. Лепил из того, что было раньше. То есть у нас USB такая вот. Остатки были после ремонта. Такая маленькая, но тяжелая. USB. DSP. Не рекомендую делать из DSP ловушки, так как они долго не служат. Они начинают, хоть я тут и обрабатывал их воском, чтобы никуда ничего не просачивалось, но все равно влага просачивается, и они очень, в общем, тяжелые, намокают, и потом распирает их, они рассыпаются, можно сказать. Теперь я делаю вот каркас, я уже показывал, из брусочков 2,5 на 2,5, и обшиваю его фанерой или арголитом. Они получаются очень легкие, очень удобные, режется легко все это. Так, но сегодня речь пойдет у нас о крышках. Раньше делал из того, что было. В общем, корявые делал ловушки. Но очень загорелся, и начал делать как мог. Вот такая вот крышка. Не знаю, почему я делал, что вот этот вот каркас ставился на саму ловушку, и потом вот пластик тоже после ремонта остался, им все пообшивал. Ну, конечно, вот такой. Ну, здесь влага сохраняется. Под этим пластиком крей. Ну, так вот делаю. Ну, это еще более-менее, но есть еще хуже ловушки. В общем, такого плана. Сейчас я, значит, решил делать крыши немного по-другому. Такие ловушки. Ну, пускай уже работают, это мои первые ловушки. Крыша держится на двух саморезах по бокам, которые вкручиваются в стену ловушки. Вот, и, в принципе, все. Вот так она переносится. Ну, тяжелая, маленькая, но тяжелая. По сравнению, эта легкая, ну, тоже маленькая такая же. Сейчас покажу, как буду делать новые крыши. Заранее я подготовил брусочки такие. У меня получились из того, что, в принципе, было. 28,5, грубо говоря, на 7. Это не столь важно. Их ширина важна, их длина. И два брусочка по ловушке. У меня 49, почти с половиной получается. Два брусочка на... почти на 5. Боковые брусочки должны быть сделаны таким образом, наклёст. А стопором у нас здесь будет служить два самореза. Эти саморезы у нас также будут выполнять функцию, как и стопора этой боковой, чтобы она дальше не уходила, крыша до конца не закрывалась. И, к тому же, будут привязаны здесь верёвочки, чтобы носить к этим же саморезам, чтобы переносить ловушку было удобнее и легче. Размечаю. Вкручиваю саморез. Не до конца, так как у меня ещё будет упираться брусок в него. Плюс, к тому же, будет привязана верёвка ещё. Второй саморез. Стопор эти готовы у меня, чтобы дальше боковая планка не пошла по обеим сторонам. Теперь собираем саму рамку. Заранее я проделал отверстия в передних стенках, чтобы гвоздь не расколол наши дощечки. Вот так вот мы вставляем. Плотненько получилось. Ну, ничего страшного, это хорошо. Всё, вот у нас крыша встала. Теперь, чтобы зафиксировать крышу, нам всего лишь понадобится просверлить два отверстия. Одно здесь, и одно с другой стороны. К этому брусочку получится прикручиваться будет. И вся крышка будет держаться у нас. Я ещё хочу использовать те ящики иногда для отводков, когда не хватает ульев. Поэтому вот это пространство мне пригодится. Возможно, здесь можно сделать ещё вентиляцию при необходимости. И сейчас прикрутим крышку теперь. И всё, готово. Наша крышка в ловушке. Очень удобная получилась. Просверлил отверстие и фиксирую теперь эту рамку крыши будущей. Так, зафиксировали. Теперь с обратной стороны. Ну, а крыша у меня будет из остатков поликарбоната. Вот такой вот остаточек у меня был как раз вот под эту крышу. Для прикручивания поликарбоната я использую автомобильные клопы такие вот с такой шляпкой, чтобы хорошенечко прижимало и лишняя влага туда не попадала. Под них. Лишнее, что у нас есть здесь, обрежем без верёвочек. Это крайне неудобно. С верёвочками очень удобно. Можно сразу две-три нести ловушки, если они небольшие. Вот теперь я обязательно делаю на всех верёвочке. удобно их транспортировать и можно даже где-то зацепить, на суп повесить, пока готовишь под ловушку место. Поэтому сиделайте, делайте сразу с верёвочкой. Я использую шпагат. Получились такие весьма удобные ручечки. Получаются такие весьма симпатичные ловушки. Они очень лёгкие, с ними очень удобно передвигаться, будет переносить. Всем советую. Если вы делаете ловушки, то делайте такие удобно, комфортно. Можно ручки, конечно, делать из чего-то другого, здесь чем-то утолщать. Бывает, когда мне, допустим, если рой поймался тяжёлый, очень там с мёдом уже, то я тут так тряпочку, перчатки одеваю, или тряпочкой перематываю и так же легко их переношу. Всё, всем всего хорошего. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok